Тверь посетил полномочный представитель президента Российской Федерации в ЦФО. Игоря Щеголева в его рабочей поездке сопровождал глава региона Игорь Руденя. Первой остановкой в столице Верхней Волжья стал Эмаусский музей Калининского фронта. Музей Калининского фронта открыт в 2005 году к 60-летию Великой Победы. За это время его выставка пополнилась множеством новых экспонатов. Сейчас эти витрины посвящены партизанам Калининской области, фронтовому быту бойцов. Здесь воспето имя стрелка-автоматчика Александра Матросова, закрывшего своим телом амбразуру вражеского дзота в период Великолугской операции. А также множество личных вещей бойцов, погибших во времена Великой Отечественной войны. Эти истории от экскурсовода и выслушали политики. 14 октября немцы город захватили, пошли в центр города, и направили танковую колонию через мост. Через мапу вы не видели эту часть города. Мост достаточно узкий, чтобы направиться на Бежицкое направление, выйти с города в сторону Бежицка. Гостям рассказали об истории сражений за Тверь, о героях, отличившихся в боях, и о переломных моментах, которые повлияли на исход всей Второй мировой войны. Началась ржевская операция наступательная 42-го года. И затем здесь было проведено 4 операции наступательной награды. Кроме того, полномочный представитель президента и губернатор Тверской области встретились с многодетной семьей Молчановых из Твери. Петр и Екатерина в браке с 2001 года. Сейчас воспитывают шестерых детей. Елизавету, Арсения, Павла, Илью, Анисию и Таисию. Большое внимание уделяют их воспитанию и комплексному развитию. Собрана семейная библиотека, дети осваивают музыкальные инструменты, пианино, флейту и гитару. Сыновья занимаются спортом, ходят в секцию самбо. Игорь Щеголев обратил внимание. Сегодня к многодетным родителям особое отношение и государства, и общества. И подчеркнул, очень важно, чтобы велась работа по популяризации многодетных семей, в том числе через средства массовой информации.